Всем здрасте, с вами Сеня и Мирослава. Сегодня снимаем видео на тему Как быть, если у вас нет видеоняни, но за ребенком следить хочется. Хотя хочется, наверное, слово неправильное. Правильнее будет, как понять, что ребенок проснулся, постоянно не бегая в комнату и не проверяя, спит ребенок или нет. На гениальность я абсолютно точно не претендую. Всем это все давно известно. Я просто хочу показать, как конкретно в нашей семье все это реализуется. Задумываясь о покупке видеоняни, я сразу после рождения дочки. Но, учитывая, что свободных средств было немного, я решила использовать все то, что у меня есть уже в наличии. И, в принципе, пока она была маленькая, да и сейчас, у нее достаточное количество дневных снов, во время которых я бы хотела заниматься своими делами. И, учитывая то, что в нашей квартире абсолютно не слышно, к примеру, с кухней, что творится в комнате, я не слышу, проснулся ребенок или нет. Поэтому для меня видео, какое-то сообщение между комнатами было очень критично. Первое, что нужно, это Wi-Fi по всей квартире. Второе, это какие-нибудь гаджеты. Ноутбук, планшет, телефон, что угодно, что поддерживает Wi-Fi. И на что можно установить такую программу, как Skype. Ну, собственно говоря, с помощью Skype я и слежу за ребятенком. Если честно, как быть, если Wi-Fi нет по всему дому или по всей квартире, я не знаю. Но я думаю, что можно бы раскинуть мозгами, порыться в интернете и что-нибудь допридумать. Итак, что я делаю? Включаю Wi-Fi, включаю Skype. На планшете, на телефоне, в Skype у нас, у меня стоят разные учетки. Одна на мужа, другая на меня. Поэтому связать два девайса, это не проблема. Значит, я дозваниваюсь с одного девайса на другой, отключаю микрофоны, потому как они не нужны. Я считаю, что главное во всем этом это видео, потому как во сне ребенок может издавать разные звуки, и на каждый звук дергаться, бегать тоже не вариант. Поэтому я конкретно использую видео. На видео я вижу, ребенок открыл глаза или не открыл. А дальше все просто. Микрофоны выключены, я выставляю планшет или телефон на то место, где у меня будет хороший обзор. И со вторым аппаратом я ухожу по своим делам, периодически туда посматриваю. Если же, к примеру, я знаю, что мне кто-то будет звонить или мне нужен телефон, я использую в связке GoPro. Тоже все элементарно. Я соединяю через Wi-Fi и через особое приложение планшет и GoPro или телефон и GoPro. И точно таким же образом выставляю вот эту маленькую камеру на то место, где мне будет лучше всего видно ребятенку. И опять же ухожу по своим делам. То есть все элементарно и просто, и на самом деле меня эта штука действительно спасает. Я не беспокоюсь, что ребенок у меня будет плакать. Я теперь не прислушиваюсь, когда там мою посуду или моюсь в душе. И у меня нет такой паранойи, что я везде слышу плач ребенка. Это, как мне кажется, успокаивает в первую очередь мои нервы. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие способы вы используете для того, чтобы отслеживать сон ребенка на расстоянии. Может быть вы используете какую-нибудь видеоняню, какие у нее плюсы, минусы. Или вы периодически просто заходите в комнату, или вы по времени как-то засекаете и знаете, во сколько ребенок у вас проснется. В общем, напишите. Мне было бы очень интересно узнать ваши варианты. Очень надеюсь, что это видео вам было полезно. Спасибо всем большое за внимание. Пока, до новых встреч.